Теперь мы изменим что-нибудь в ревите. Допустим, нарисуем перегородку, попадающую в разрез на первом этаже. Пересохраним. Разрез. И откроем автокад. Так как вставленный нами чертеж, это всего лишь ссылка. Ну, как обычные ссылки, которые мы с вами вставляем. Ее нужно обновить. Откроем менеджер ссылок. Нажмем два же на листике. Правой кнопкой обновить. Вот, сменим. Перегородка добавилась. Таким образом, можно связать любые данные. Из-за любых программ. В подшипках можно использовать не только 2D-чертежи, полученные из других программ. Ну, и 3D-файлы в формате .dvg. Создадим новую группу. Фасады. И создадим лист. Выберем шаблон. Лист. Номер листа. Переходим на лист. И модель, полученную с помощью Revit, или вы моделировали ее с помощью автокадом. Сохраняем. Файл. После чего вставляем на лист. Как мы видим, 3D-модель спокойно вращается у нас. Переходим. Вид 3D. Угу. Устанавливаем, какое нас интересует тонирование. Выбираем нужный фасад. Сдаем масштаб репорту. И компонуем на листе. Таким образом, можно получить любой фасад из 3D-модели, не переводя ее в 2D. А уже на листе, поверх, нанести все необходимые отметки, обозначения, осей и так далее. Используя 3D-файлы, можно делать не только фасады, но, допустим, разверки к интерьерам. Создадим новую группу. В этой группе создадим лист. Убираем шаблон, лист. Задаем номер. И переходим на лист. Задаем новое расположение. И вставляем 3D-модель интерьера. Переходим в модель. Переключаемся в 3D. И с помощью секущей плоскости. Разрезаем всю нашу модель. Дважды нажимаем на линии плоскости. И модель отсекается. Стрелочкой можно переключить направление отсечения. Единственное, в течение не входят линии, которые были задействованы при построении, поэтому их лучше удалять. На листе же компоную видовой кран, необходимый новым видом. Включаем нужное тонирование. Установим масштаб. И получаем. Развертку стены с 3D-модель. Единственное, что можно сделать только на одном листе одну развертку.